Доброе утро, мир! Краткий пересказ вчерашнего вечера. Оказалось, что ехать было очень сложно. То есть, если бы меня не встретили в аэропорту, я не знаю, как бы я доехала. Я кое-как выбралась из метро. Нет, выбраться из метро не было проблемой. Была проблема зайти в метро. Мне Маша очень долго объясняла, как закрыть в метро, и в итоге я все равно зашла не туда. И в итоге все равно мне пришлось просить какого-то дедушку мне помочь. Там Мэрия! И тут заодно мои разговоры и сзади достопримечательности. Мне пришлось просить дедушку пропустить меня, ну точнее он сам предложил, и мы прошли через электрички к метро. Вот так это выглядело. То есть, он меня впустил и выпустил по своему билету. Мои приключения начинаются. У меня вот такой огромный путеводитель, и я попробую с ним погулять. То есть, не то чтобы я большой любитель путеводителей, но в этот раз мне захотелось именно посмотреть, что профессионалы написали. Потому что видите, насколько он толстый, там столько всего интересного. Я пытаюсь изучала. Сейчас мне нужно выйти к Сене, по идее. Но так как у меня проблемы с ориентацией на местности, то мы будем буждать, как обычно. Мэрия! Моё первое впечатление от Парижа. Я думаю, оно не будет отличаться сильно от всего, что вы слышали когда-либо. Грязная мера. Первое и самое сильное впечатление, ну потому что я прихла ночью и ничего не видела. То, что творится снаружи, это потрясающе красиво. Просто сказка. По очень чутью меня не обмануло, точнее наоборот, она меня очень сильно обманула. Я думала, что будет адски жарко. Хотя солнце светит очень хорошо. Но очень холодно, настолько холодно, что я прям жалею, что не захватило чего потеплее. Я в курточке. Должна быть Оля на фоне каждого сопримечательностей. Но это просто настолько красиво. Я, конечно, видела много влогов с поездки в Париж. Но почему-то мне не хватало зданий, что ли. Ну то есть мне не хватало увидеть всей картины целиком. И сейчас это... Вы понимаете. Я обошла реально весь квартал. И оказалось, что мне нужно было вот сюда. А это как бы было вот тут Нотр-Дам. И как бы мне нужно было вот сюда. И я обошла весь квартал. Это самый знаменитый французский книжный магазин. К сожалению, там нельзя снимать. Но мне кажется, он должен быть очень интересный. Не буду врать. Я опять заблудилась. Но, если честно, меня это не очень расстраивает. Недаром говорят город различий. Такая красота вокруг и стойкий запах вот этих помоев. Мы дошли до Люксембургского сада. Наконец-то погода разгулялась по полной. Что мне больше всего нравится в местной архитектуре, по крайней мере, в том, что я видела сегодня, это крыша. Я вспоминаю мультик Рататуй, где была вот эта крыша, где жил главный герой. И у меня сразу такие приятные вспоминания. Ммм, здесь действительно красиво. Наконец-то я нашла подходящее место, чтобы поставить камеру. У меня есть маленькая проблема. Видите, на мне рюкзак. В общем, я сегодня собралась в музей Дурсей. Это музей, в который нельзя с рюкзаками. Ты заходишь к ним на сайт, у них крупно для идиотов написано. Рюкзаками нельзя. Посмотрим, смогу ли я сегодня туда попасть. Что мне здесь нравится? Здесь вообще нет проблем посидеть. Вы видите кучу стульев, и они расставлены по всему лексимбургскому сраду. Не падать. Вау, вот это просто нереальная красота. Это выглядит настолько масштабно, эпично и утонченно одновременно, что у меня просто нет слов. Я уже все сказала. Я начала двигать свои стопы к музею Дурсей, но проблема в том, что я как бы уже немножко проголодалась, и мне бы где-нибудь надо остановиться, но я никак не могу выбрать. Вот так называется место, где я была. Потрясающей красоты внутри интерьер. И что самое примечательное, я была одна. Я просто там сидела, ела одна. Там никто не понимал по-английски. И я со своим французским очень хромающим пыталась объяснить, что я хочу покушать и все такое. Принесли огромную тарелку салата, просто огромную. И там были орехи, сыр двух видов, апельсины, помидоры, разная трава, которую я люблю. И, в общем, в итоге я заплатила за это и еще за огромный чайник чая, который я не допила даже настолько. Настолько его было много. Я заплатила за все 21 евро. Я считаю, что я очень-очень пошиковала, посидев одна в ресторане. Я так поняла, там какое-то семейное предприятие. Очень было классно. И я уже еле иду. Там вдалеке колесо обозрения. Я видела у Даши во влоге его. Зацените очередь, это еще меня могут не пустить. Первая очередь пройдена, теперь еще одна. Очередь номер три. Вот такой билет мне дали вместо моего рюкзака. То есть с ним нельзя, а я беру вот этот билет. Теперь мне нужно войти вон туда. У меня захватило дух. Когда я только зашла, это не столько прекрасное место. Это самый красивый музей, в котором я когда-либо была. Недаром я так много возлагала надежды на музыку. Мне уж и так нравится. На самом деле, моей самой главной целью является вот это. Ну, а конкретнее вот это. Мой самый-самый любимый художник. Хотя я не особенно по искусству как-то заморачиваюсь. Но дега, это просто вечно. Хочу поделиться с вами немножко мыслями касательно дега. И когда я его увидела... Ну, не его, а его работы. У меня, знаете, что-то вроде какого-то религиозного, а-ля религиозного трепета. Настолько он мне нравится. Это одно из самых потрясающих ощущений за сегодня и за весь год точно. Бог мой, здесь Ренуар, Сезанн, Дега. Прям все в одном зале. У меня садится батарейка, но я попытаюсь успеть. Я купила книжку про импрессионистов. Единственное, что смогла себе позволить. Я сегодня из Shakespeare in Company вышла без книжки. Я себя удержала, но с картинками я не могу себе отказать. Тем более, что она была не очень дорогая. Я постепенно буду двигаться к выходу, потому что раздевалка через полчаса уже закрывается. Мне нужно забрать мой рюкзак. И еще я хочу успеть что-нибудь поснимать, пока камера не села. На самом деле у меня кружится голова от всего этого великолепия. Все мои самые любимые художники и самые любимые их работы находятся в одном месте. И я более чем счастлива их видеть. Мой план сейчас такой. Я хочу дойти до колеса обозрения, побояться. Скорее всего на него не сесть, потому что я боюсь. И понять, что я боюсь. Пока у меня не села камера, хочу поговорить с вами про путешествие в одиночестве. Что это такое и вообще надо ли оно вам? Хотите ли вы это попробовать? У меня на этот счет две мысли. Первое, что каждому человеку, мне по крайней мере, должно быть удобно путешествовать в любой компании. Даже в компании самого себя. Если вам некомфортно путешествовать в компании самого себя, то скорее всего, я рисую предположить, что у вас семья очень крепкая или еще что-то. И вы не представляете себе себя, не представляете себя без другого человека. Я думаю, чтобы понять себя, надо хотя бы раз попутешествовать одному. Не даром все вот эти фильмы, когда люди находят себя, есть молиться, любить. Не знаю, я его не смотрела, но я подозреваю, что он именно об этом. Уолтер Митти, он точно об этом. Когда человек отправляется в путешествие. Путешествие вроде бы по миру, но он на самом деле отправляется в путешествие внутри себя. И вторая моя мысль по поводу путешествия в одиночку. Когда вы ездите куда-то одни, вы никому ничего не должны. Когда я ходила по музею Дурсы, я ходила там, где я хотела. Я пропускала те экспозиции, которые мне неинтересны. И я ходила в том темпе, в котором мне нравится. И я иду туда, куда мне нравится. Не нужно ни с кем ничего соотноситься. Кто чего куда хочет. Если кто-то устал, у кого болит нога. Это настолько удобно. Знаете, у меня такое ощущение, что я опять вернулась в парк, в котором я была. Потому что он настолько такой же. И даже деревья здесь пострижены таким же образом. Так что да, скажите, что вы думаете на этот счет? Путешествовали ли вы когда-нибудь одни? И если нет, то почему и хотели бы вы попробовать? Вот такой у меня длинный к вам вопрос. Я все ближе и ближе. Есть такие вещи, которые я люблю и ненавижу одновременно. Лисовое зрение, это одна из вещей просто totally, когда я очень хочу, но очень боюсь. Посмотрим, хватит для меня. Но вроде кабинки закрыты, не должно быть сильно страшно. Хотя мне все равно страшно всегда. Я попытаюсь сделать это. Знаете, я не очень понимала, что имела в виду Даша, когда я говорила, что эта поездка стоит 12 евро. Она стоит... Я не понимала, что она говорила. О чем она говорила? Я не могла это осознать, но это... Это был один из самых прекрасных сегодняшних моментов, когда видишь все на ладони с такой высоты. И не скажу, что мне не было страшно. Конечно, мне было страшно. Но это был такой приятный страх, если вы понимаете, о чем я. Я очень рада, что я решилась. И это очень стоило того. Вот действительно. Насколько я понимаю, я сейчас вот здесь, среди вот этих трех дворцов. И вот вы видите один. И вот я сижу прямо у второго. Триумфальная арка в лучах заката. Ну вот, громко! Ну вот я и вернулась. Маша живет не совсем в Париже. Нужно ехать в пригород, но это очень рядом. Сегодняшний день это просто что-то с чем-то. Один из самых ярких, наверное, за всю мою жизнь. И я очень рада, что вы были там вместе со мной. Преодолевали мою боязнь высоты. И восхищались моими... Не, ну не обязательно восхищались. Просто наслаждались моими любимыми художниками. А если они вам не нравятся, то хотя бы познакомились с ними.